Шават шалом, друзья! Всех приветствую! Благословляю именем Господнем! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Мессия Иешуа! Слава Христу Иисусу, Спасителю нашему! Друзья, сегодня у нас 9 июня, и получается, что последний шаббат, так, выплаток, последний шаббат у нас с Ивана, да, 26 число сегодня по календарю, вот, уточнил, сейчас скачал себе предложение, простой еврейский календарь. Все очень просто. Дата по гражданскому календарю, дата по еврейскому календарю. Да, и сегодня вот 9, получается, июня, вот, 2018 года по гражданскому летоисчислению, вот, а по библейскому летоисчислению, 5778 год в разгаре, вот, и завершение месяца Сиван, мы его называем, но в Библии он называется обычно, ну, как встречается название, просто третий месяц, третий месяц. Потому что, если отчитывать от Пасхи, от нашего исхода, от нашего выхода из рабства, как Бог, в общем-то, и повелел нам, месяц Ниссан, или же, по-другому, Авив, или просто первый месяц, как в Библии говорится, тоже по-разному. Ну, вот, так вот, отчитывать от полнолуния первого месяца, полнолуния месяца Ниссан, Авив, ну, весна, по-разному. Вот, и, конечно, это чудо, выход из рабства, и каждый шаббат, каждая суббота, согласно Божьему Слову Господнему, имеет несколько причин празднования. Ну, это День Господний, Божий день, во-первых, да. И все Дни Господни, конечно, но есть особый день, который Он выделил для себя, ну, и для нас также с Ним. Время препровождения. Вот, и, значит, одна из главных причин празднования шаббата, согласно Библии, это то, что мы вышли из Египта, Бог вывел нас из Египта, мы были рабами, ныне свободны. То есть это праздник свободных людей, знамение свободных людей. Это прекрасно, конечно. Вот, и, так вот, отчитывать первый месяц, мы его называем еще Ниссан. Для автомобилистов это хорошие автомобили, качественные, да, машины японские. И, значит, для кого-то это, может, еще что-то означает, но для чтущих Библию, для изучающих Слово Божье людей, Ниссан, это на все века, это месяц Пасхи, месяц Песоха, месяц нашего выхода из рабства, месяц нашей свободы. Вот, и, конечно, отчет от сотворения мира мы ведем также, вот, я даже публиковал, кстати, вот в эти дни, вчера я публиковал как раз вот информацию, что в сентябре месяце уже, вот, этого года, начало сентября, в этом году, получается, с 9 на 10 сентября, новолуние, да, новомесячие, месяц Тешири мы его называем еще, да, вот, месяц, когда мы говорим, вот, от сотворения мира, создания, празднуем. Вот, в нашей церковной, если брать православной традиции, тоже, как раз именно, вот, в сентябре, в середине сентября мы празднуем Новый год, церковный Новый год, я имею в виду, гражданский, это он в январе, это, 1 января, а, значит, хотя до Петра I на Руси, как бы, и гражданский, церковный был одно, вот, это было осенью, в середине сентября, ну, так, а сейчас продолжается в середине сентября, с 14 на 15, ну, вернее, с 13 на 14, точнее, извиняюсь, сентября, Новый год, будем так говорить, молитвы Нового года считаются, вот, и, да, спасибо всем огромное за молитвы, я сегодня лучше уже себя чувствую, я вчера записывал даже видео, сдавал билеты, вот, и очень болело сердце эти дни, вот, и, знаете ли, вечность стучалась, когда смерть смотрит в глаза, сердце останавливается, и все сжимается, то, знаете ли, невольно переосмысливаешь, и хоть верующий, хоть неверующий, любой человек этому переосмысливает, но Анна Ипачева, уж служитель Божий, каждый переосмысливает свое служение, видение, 50-й год моей жизни, я Богу очень благодарен за это, вот, за этот юбилейный год, вот, который провожу в особом таком, кстати, режиме, в особом таком расписании, потому что этот год, ну, если брать 2018, он для всех нас, для всех чтущих Библию, как Божье Слово, евреев, неевреев, неважно, это год 70-летия возрождения еврейского государства Израиля, мы празднуем это, вот, и вообще, этот год очень благостовенный в моей жизни, и я объявлял уже, что этот год для нас начало, старт пятилетки нашей христианской, православной обновленческой пятилетки, реформаторского такого движения, мы ожидаем столетия, столетний юбилей в 23-м году будем праздновать, и вот, на протяжении этих пяти лет предстоящих, ну, уже, вот, начавшихся, да, все мероприятия наши церковные, так или иначе, будут приурочены, как раз, вот, к этому юбилею, нашему, к этому празднеству, вот, ну, и вообще, конечно, мы молимся, я лично молюсь, не только за, вот, православную, не только за православную церковь, ну, конечно, у кого чего болит, вот, про то и говорит, конечно, и молится о том, конечно, в первую очередь, конечно, молюсь за православных, значит, при всем уважении, ко всем вам, братья и сестры, но, также, конечно же, безусловно, я молюсь за все тело Христово, я не отделяю, знаете ли так, вот, православие от всего древа христианства, ни в коем разе, вот, и, хотя многие православные ветви, они надломлены, а порой и отломлены от тела Христа, к сожалению, от лозы, но я верю, что Бог и отпадших может привить, вот, и отпадшие ветви привьются, Бог подлинно всемогущий и всесилен, слава Ему, очень Богу благодарен за все, за жизнь, за воскресение, за все, слава Иисусу. И вот, дамы и господа, братья и сестры, этот шаббат, эта суббота, Господний день сегодняшний, он последний шаббат уходящего месяца, третьего месяца, а этот третий месяц, если первый месяц для нас месяц Пасхи, второй месяц, это месяц восстановления Израиля и Иерусалима, как столицы еврейского государства, ну, что месяце втором месяце Ияре в 1948-м и в 67-м, соответственно, подошли вот эти два великих чуда, геополитических главных чуда 20-го столетия и вообще тысячелетия, величайшие чудеса. Вот, тот третий месяц для нас, библейских верующих, евангельски мыслящих верующих, это месяц Пятидесятницы, месяц Шевуот, ну, в народе, в простонародье Троица называется еще этот месяц, но вообще, чтобы было понятно вам, но этот месяц вообще Шевуот, месяц, когда Бог даровал нам Тору, даровал нам заповеди, вот, и это было 3330 лет тому назад, согласно Слову Божьему, вот, ну и 2000 лет назад он даровал нам, почти, 2000 лет назад тому он даровал нам также Духа Святаго, он облег силой свыше ту первую мессианскую еврейскую общину, она была совсем такая, немногочисленная, скромная, привет, привет, здравствуйте, красивая собачка такая, да, здесь парк, и место очень такое чудесное, хорошее, здесь много очень прогуливаются, вот, и с собачками, такими, значит, там, и велосипедисты, и сегодня прохладно, правда, более чем даже прохладно, но ничего, главное, что, чтобы в наших сердцах было не холодно, вот, чтобы наши сердца были жаркими для Господа, не холодными и не теплыми, ой, спасибо тебе Господь, шаббат шалум, шаббат шалум, шаббат шалум, шаббат шалум. Ну, акидуш, соку не взял я сегодня, боржоми, поднимаем боржоми, ну, Иисус тоже из воды делал вино, я не дерзаю, ну, почему бы и нет, ну, пусть это действительно будет причастием, хлебопреломлением Евхаристии Божественной. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли, давший нам плод виноградной лозы и замечательную воду моим. Аллилуйя. Да, дамы и господа, братья и сестры, и вот этот шаббат, он, я уже сказал, завершающий этого месяца, и вот уже скоро на днях, вот на этих, будет уже начало, уже завершается этот месяц третий, в этом году получается с 13 на 14, если я правильно помню календарь, сейчас я пересматривал календарь этого года, тоже скачайте на ваши гаджеты, рекомендую, простой еврейский календарь называется. Да, в этом году получается, да, с 13 на 14 июня, потому что 13 июня в этом году, значит, выпадает на завершающий день 30 число месяца Сиван, вот, а уже 14 на 1 число 4 месяца, будем так говорить. Ну, его, так, есть такое не очень хорошее наименование, даже совсем не хорошее наименование в традиционном иудаизме, оно очень популярно, к сожалению, месяц Томус, вот, Фомуса, Томус, это языческий бог, одним словом, это вавилонские наименования, я их не люблю, честно говоря, вот, но для удобства, как бы, уже в еврейском календаре он обозначен таким месяцем, обычно, когда вот спрашиваешь, что какой месяц, ну, тем более, что отсчет есть от Пасхи, а есть отсчет от Рошашана, от, значит, новомесяча, месяца Тешри, да, или Йом Труа, Йом Труа, это как раз праздник трубного зова называется, вот, как раз от него еще есть исчисление, поэтому, как считать еще, какой месяц по счету, ну, если согласно Библии, то как раз о Пасхе, собственно, отсчет идет, вот, вот, и поэтому новомесячье будет, вот, с 13 на 14 число, вот, и молю Бога Всемогущего о том, чтобы вот эти дни, вот это время, они были Божьим благословением для нас, но я молюсь, особенно молюсь, тем более, само даже наименование такое вавилонское традиционное, да, которое существует в еврейском календаре, это мус, вот, этим языческим божеством, к сожалению, это очень связано с, так, пророчески оказалось, знаете ли, Израиль, возвращаясь из рабства вавилонского, принес, ну, многие такие нехорошие элементы, будем так говорить, вот одно из них, вот, я считаю, это вот такие вавилонские наименования, вот имена этих богов, этих, ну, как бы, я думаю, это все ни к чему нам, но, знаете ли, это оказалось весьма пророческим действием, оказывается, то, что с Израилем происходит, все весьма пророческо звучит, и это, думаю, пророчески относилось к христианству, которое связано очень, к сожалению, часто с язычеством, с вавилонией, с вавилоном и, в частности, с культом Фомуза, вот, и об этом в семинарах я своих рассказываю по истории христианства, и, вот, планирую уже вскоре вновь записать семинары эти, и, я думаю, если получится технически все, я их сделаю и публичными такими, то есть, вот, на, в трансляции, онлайн-трансляции, вот, сейчас я даже поточнее скажу вам, так, уже июль месяц получится у нас, да, июль месяц, вот, с 12 на 13 июля уже в этом году, это уже новомесячий, уже будет пятого, соответственно, месяца, который в традиции называется Аф, ну, здесь хорошее название, вот, ничего не скажешь, вот, а новомесячий пятого месяца, даст Бог, по-татарски, иншаллах, Бог усмотрит, если Богу будет угодно, будем живы-здоровы, вот, то проведу уже новомесячий у нас в Киевской архиепископии, то есть, получается, с 12 на 13 число, это с четверга на пятницу, тоже сделаем все ночное, ну, там уже проще, там уже все гораздо проще в Киеве проводить, и буду проводить трансляцию тогда, даст Бог, и приглашаю всех уже заранее, приглашаю, кто имеет возможность на подключение, а кто в Киеве, то пишите мне, договоримся, количество мест будет весьма ограничено, потому что там небольшой у нас зал, даже это залом назвать очень трудно, ну, человек 15, ну, от силы 20, наверное, можно будет разместить там в квартире, вот, и также, кстати, если вы в Киеве, значит, или же у вас есть возможность, какие-то контакты в Киеве, то есть возможность предоставить какой-то зал для собраний, то на июль, август и сентябрь месяцы, то пишите мне, пожалуйста, хорошо, особенно июль и август, июль и август я точно буду в Киеве, поэтому собираюсь проводить тоже открытое занятие, вот, я думаю, что зал нужно будет человек на 100, не меньше, может быть, на 150 даже посадочных мест, и сам семинар, я объявление уже сделаю заранее, наверное, за неделю, за две, постараюсь даже до начала, ну, как бы, как Богу будет угодно, опять-таки, я думаю, получится найти зал, вот, желательно на левом берегу, хотя не принципиально, опять-таки, пожелание возле метро, чтобы было удобно людям добираться с разных мест города киевляне, откликнитесь, друзья, пишите мне, пожалуйста, вот, но если не будет никакого другого варианта, то тогда будут трансляции, будут делать и молитвы все эти, и ночные, значит, с Киота, с Киота, с левого берега, значит, и, я думаю, это как раз не просто даже ночная молитва и новомесячи, это будет еще и начало вот таких семинаров, как раз вот, семинаров по историю христианства, и почему семинары эти важны, потому что действительно истина Божьего Слова делает нас свободными, и переписывание истории всегда происходит, вот, знаете ли, но оно происходит почти всегда, в угоду сильным века сего, в угоду мамони, политикам, религиозникам, значит, нам нужно верующим, библейский верующим, евангельским мыслящим христианам, мессианским верующим, нужно переписать историю в угоду нашему Господу Иисусу Христу, чтобы Ишиом Ашиах прославился в веках, прославился в нашем поколении. Через писание, через призму писания Библии, когда мы переписываем историю, то действительно мы видим ее максимально в истинном свете. Вот, ну это как по аналогии того, что происходит в жизни каждого отдельного верующего человека, когда человек пересматривает, ну как раз в Петербурге был, вот весной в мае месяце, был на встрече, творческой встрече, и как раз там говорилось об этом, и даже зрелищно показывалось, как бы, очень даже красиво показывалось, когда пересматривается жизнь, читая там в контексте Исаака Синина, но именно жизнь пересматривается вот в свете Слова Божьего, и тогда увидишь совершенно по-другому свою жизнь и все происходящее вокруг, вот так вот. Вот, так что так, друзья. Ну это вот и анонс, я сразу сказал и все. Вот, благоставляю всех вас. Да, и, наверное, как раз в завершении успею прочесть. Сейчас, секундочку. Так, успею прочесть, я у меня здесь скачал тоже как раз программы такие, Библия и Ефесянам, пятая глава начинается. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас. Чадо возлюбленные, и живите в любви. Вот эти важнейшие послания сегодня Слова Божьего ко мне, и я передаю ко всем вам, друзья. Живите в любви, как чадо возлюбленные. Не просто дети терпимые, приемные, там, какие-то, нет, или какие-то еще второсордные, как некоторые верующие, к сожалению, себя так вот порой ассоциируют. Нет, как и я порой себя ассоциировал, знаете ли. Вот, а действительно, как дети возлюбленные. Я очень Богу благодарен, что я чадо возлюбленное, дитя Божье, Сын Божий возлюбленный, в котором Его, Божье, благоволение во Христе Иисусе, каждым верующим это святое благоволение Отца. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир, во имя Иисуса Христа, аминь. Яберехеха Адонай, веишмареха, яхер Адонай, панавелейха, вихунеха, иса Адонай, панавелейха, веяселеха шалум, бешем Иишуа Гамашиях, Иишуа Машихену. Во имя Иисуса Христа, аллилуйя, аминь. Благоставляю всех вас, братики, сестрички, дочечки и сыночки небесного любимого нашего папочки. Благоставляю всех вас, радости вам, мира, любви. Чадо возлюбленные, живите в любви. Шаббат шалум. Сегодняшний день это кусочек вечности. Сегодняшний день, шаббат, это вечность, вечная во временном, великая в малом. Удивительно. Благодарение Богу за все. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, 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 шалом. Ам Израиль, хай! Ам Израиль, хай! Ам Израиль, народ наш Израиля, народ наш еврейский живой. Почему? Потому что наш Бог живой. От Авину, хай! Наш папочка живой. От Авину, от Авину, Авину, ава! Хай, хай! Я вам желаю мира. Благоставляем Иерусалим, благоставляю Израиль во имя Иисуса Христа, всех евреев по всему лесу земли, но наипаче тех, кто уже в земле святой, в земле Израиля. Я благоставляю столицу еврейского государства, город Иерусалим, Иерусалим. Салом, салом, Иерусалим! Салом, салом, Иерусалим! Салом, салом, Иерусалим! Салом, салом, Иерусалим! Салом, 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 иерусалим! Салом, салом, детки божьи! Салом, 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 салом... Шаббат шалом друзья, мир Божий всем из города Тулы, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя Киевской архиепископии, мир всем вам и шаббат шалом друзья, воистину шалом.